Всем привет! Я вас, как всегда, встречаю на своей кухне. Правда, я сейчас не готовлю, но я собираюсь сегодня готовить кушать. Надо, прежде чем начать готовить, разобрать посудомойку, что если вдруг в процессе готовки что-то будет пачкаться из посуды, чтобы я сразу сюда могла что-то складывать. Так, какие у меня новости за последнее время? Как я вам и говорила, Саша у меня в командировке, его отпускали на праздничные дни, он приезжал сюда, ну, 23 февраля и выходные, и с понедельника он опять уехал в командировку. Скорее всего, сейчас он опять там пробылся до следующих праздничных дней, ну, то есть до 8 марта. 8 марта я, так думаю, опять вывезу. Вот, в общем, пока что мы с Димочкой одни. Дима, соответственно, сейчас у меня в садике, я одна, мне надо приготовить покушать, готовить буду не сильно много, так как мы с Димой вдвоем много не едим, но все же готовить надо. Супчик у меня для Димы есть, я ему варила супчик с индейкой, вот, хочу еще второе приготовить, хочу котлетки запечь в духовке, и хочу сделать маленькую кастрюльку картофельного пюре. Дима у меня очень любит картофельное пюре, он даже, знаете, такой, что он может, картофельное пюре есть вообще без всего, ну, то есть ему не надо, знаете, там ни котлету, ни подливы, ничего, он может просто есть картофельное пюре, он его обожает. Вот, вот Дима как раз помылась с самой маленькой кастрюлькой, которая у меня есть, и вот в ней хочу сделать картошечку. И там у меня в холодильнике размороженный фарш, скручу котлетки, и даже, девчонки, не буду их жарить, у меня Саша очень любит, чтобы если котлеты, то они были именно жареные, но это, конечно, более долго, вот каждую эту котлетку на сковородке обжаривать, так как Саши нету, я их просто запеку в духовке, накручу на противень и в духовку. Мне прекрасно, мне и печеные котлеты прекрасно заходят, Диме тоже без разницы, так что даже полезнее Диме печеные и жареные, правильно? Так что вообще, это, лайт готовка будет. Так, пока, это, пока буду готовить, пока буду тут делать дела, опять буду, наверное, отвечать вам на ваши вопросы, которые столкнулись под последним видео. Так, что за вопросы? Под последним видео у меня задавали такой интересный вопрос, общаюсь ли я со своими одноклассниками, была ли я на встрече выпускников, ну, со своими одноклассниками, ну, и как вообще общаюсь, если меня не общаюсь, в общем, вопрос про мои отношения с моими бывшими одноклассниками. Такой интересный вопрос, и я пообещала в комментарии, что в следующем видео, когда буду новый влог снимать, обязательно, ну, видео расскажу. Во-первых, у меня, вы знаете, у меня было два класса в моей жизни, то есть я училась в двух школах и в двух разных местах. Так получается, что мама с папой, они, ну, жили какой-то период в деревне, как бы, ну, познакомились, жили там, и в этой деревне я, получается, ходила в садик, и плюс я поступила в первый класс и закончила в этой деревне первый класс. Потом моя мама, она поругалась с папой, они решили, ну, разойтись, развестись, ну, они официально на развод не подавали, просто разъехались, так скажем. И моя мама уехала в Борисоглебск, так как на тот период в Борисоглебске жила мамина мама, ну, то бишь, моя бабушка. И мама, получается, уехала к своей маме жить в Борисоглебске, ну, и, соответственно, взяла нас, детей с собой. Вот. И, получается, первый класс я, как бы, проучилась в этой деревне, ну, садик и первый класс. А уже со второго класса я поступила в школу в Борисоглебске и училась в Борисоглебске. со 2 по 8 класс получается со 2 по 8 класс я жила и училась в Борисоглебске, затем моя мама опять мирится с нашим папой, то есть долгий период они не жили вместе, были как бы так скажем по разным берегам, потом они опять мирятся, сходятся и соответственно когда они помирились, мама опять вернулась в эту деревню, ну где жил папа, то есть она опять переехала в этот дом и как бы они опять стали жить вместе, ну соответственно и мы дети переехали вместе с мамой и получается 9 класс, то есть по 8 класс я училась в Борисоглебске со 2 по 8 и 9 класс я опять поступила в этот же класс в деревню, в котором училась в 1 класс, я надеюсь вы понимаете это, успеваете плавить ход моих мыслей, моих слов, так посудомойку я назабрала, так сейчас наверное почищу быстренько картошку на картофельное пире, тут будете более у меня, это, маленькая кастрюлька, это вообще прям быстро-быстро сейчас я сделаю, сейчас вас поближе подвину, чтобы вы были поближе ко мне, так подвинула вас поближе, вот, и получается вот такая вот судьба, что у меня был один класс в Борисоглебске, в котором я училась со 2 по 8 класс, и один класс у меня был в этой деревне, в котором я училась 1 и 9 выпускной класс, так вот интересно сложилась моя судьба с одноклассниками, так скажем, вот, какое общение у меня с ними? Вы знаете, что с тем классом, что с тем классом, ну, как только мы закончили учиться в школе, мы естественно добавились друг другу в друзья в одноклассниках, там в контакте, ну то есть в соцсетях, мы все добавились друг другу в друзья, И то есть у меня есть и с того класса друзья в одноклассниках, и с того класса тоже у меня есть друзья в одноклассниках. То есть мы как бы начали, продолжили общение в соцсетях, так скажем. Но по факту, каким стало это общение? По факту мы вообще никак не общаемся. То есть мы есть друг у друга в друзьях, в одноклассниках. Ну как бы и на этом всё. Единственное наше общение, в чём заключается? Это в том, что иногда, допустим, я бы в те же одноклассники, к примеру, да, выложила какую-то свою фотографию. Ну там свою, своей семьи, там ребёнка. Вот. И они мне там, ну кто-то из одноклассников поставил класс под этой фоткой. И то же самое как бы насчёт них. То же самое. То есть как бы бывает такое, что я захожу там, допустим, в те же одноклассники, раз у меня в ленте высветилось, что там та моя одноклассница или тот мой одноклассник. Выставили какую-то там свою семейную фотографию. И я под этой фотографией поставила класс. Как бы на этом всё наше общение. Я ни с кем вообще из одноклассников, ни с того, ни с того класса, никак не общаюсь. Мы никак не переписываемся. Мы там не поздравляем друг друга с днём рождения. Ну что-то такое. Ну то есть вот вообще ничего и никак. Никакого вообще общения нету. Вот. Насчёт выпускников. Ну встречи выпускников. Вы знаете, я, честно, я понятия не имею, была ли встреча одноклассников, встреча выпускников, ну встреча одноклассников в том классе, в котором я училась в деревне. Почему я не знаю? Потому что, ну, даже если она и была за все эти года, да, ну как мы окончили школу, мне никто об этом не писал, и меня никто на неё не приглашал. То есть либо её не было вообще по сей день, либо она была, но как бы меня об этом не опомещали, что она была. То есть я там ни разу не приезжала, меня никто не звал. Вот тот класс, в котором я училась в Борисоглебске, в этом классе я точно знаю, что была уже далеко не одна встреча выпускников. То есть они уже, ну, за эти года уже, наверное, где-то раза четыре так вот собирались всем классом. Ну как, не то же прям всем классом, естественно, по мере возможности. Кто вот мог, кто не сильно далеко или как бы, ну вообще вот кто мог, тот встречался. Ну, большая часть класса, так скажем, основные такие учащиеся, у них были эти встречи выпускников, они встречались. Вот, почему я это знаю? Потому что, опять же, они, ну как бы, на этой встрече фотографировались, и все же, допустим, одноклассники выкладывали фотографию, ну, что они встретились, что как они там вместе сидели, выкладывали фотографии, и, естественно, по этим фотографиям я понимала, ну, что была встреча одноклассников. Меня не звали, потому что я на тот период жила в Болгограде, ну, то есть как бы они все знали, что я не нахожусь в Борисоглебске, и я так понимаю, по этой причине мне ни разу даже и не писали, что, ну, вот мы там собираемся встречу одноклассников сделать, приедешь, не приедешь, как бы все знали, что я не проживаю в Борисоглебске, мне никто не писал. Но один раз так получилось, что у меня был отпуск, я как раз в этот отпуск приезжала в Борисоглебск, ну, вы знаете, у меня там есть родственники, и сестра, и сестры двоюродные, и тетя, ну, как бы, и так далее. Вот, и я в этот отпуск приезжала в Борисоглебск, и мои одноклассники узнали, ну, что я сейчас на данный момент в Борисоглебске. И они как раз собрались и сделали очередную встречу одноклассников. И они мне, естественно, написали, что, Люк, мы так понимаем, ты тут, а я тоже, ну, когда туда приехала, начала там фотографироваться, ну, гуляла по Борисоглебску, фотографировалась по каким-то красивым там местам Борисоглебским и выкладывала эти фотографии. То есть, соответственно, одноклассники поняли, что я сейчас в Борисоглебске нахожусь. И они мне написали, что, Люк, мы вот тут планируем сделать встречу одноклассников, ты, мы так понимаем, что сейчас в Борисоглебске, не желаешь ли тоже прийти на эту встречу. Ну, и, конечно же, я сказала, что да, давайте встретимся, ну, было бы супер, было бы классно. Ну, потому что реально мне ехать никуда не надо, я как раз в этот период была в Борисоглебске. И вот на одной встрече выпускников, ну, встрече одноклассников, я присутствовала вот с тем классом, который, с которым училась в Борисоглебске. Ну, было классно, мы все собрались в кафе, все посидели в кафе, посмеялись, поболтали, на вкусном застолье, так скажем. Потом, кто был более свободный, у кого была возможность, дальше было продолжение, мы уже после этого кафе поехали в ночной клуб, я тоже ездила с ними. Вот, там в ночном клубе еще поплясали, поплясали, ну, как бы все, разъехались по домам. Вот на одной встрече выпускников я была, присутствовала. А тот класс, говорю, который в деревне, с которым я проучилась первый и девятый класс, я не знаю, говорю, мне они вообще ни разу не писали. Может быть, и была встреча, но, если честно, я даже в тех же одноклассниках ни разу не видела, чтобы они выкладывали какие-то такие совместные фотки, что вот они все собрались, все сидят за одним столом, я ни разу ни у кого из них не видела. Поэтому, в связи с тем, что такие фотки никто ни разу за эти года не выкладывал, я думаю, что у них вообще ни разу еще не было этой встречи. Но там, видите, там еще сложнее встречу собрать, потому что те, с кем я училась в Борисоглебске, ну, единицы, кого там жизнь раскидала в какие-то другие края, так скажем. В основном, ну, все закончили школу, там, отучились, там, я не знаю, кто в институте, кто где, устроились там же на работу и продолжили жить в Борисоглебске свою жизнь. И, соответственно, мне кажется, в связи с тем, что большинство одноклассников как жили в Борисоглебске, так и живут, в связи с этим, наверное, у них и было, что уже, ну, этих встреч 4 или 5 точно было, что, ну, гораздо проще собраться. А в деревне, мне кажется, не было еще ни одной этой встречи, потому что, ну, я не знаю, может быть, какая-то единица, ну, у нас класс был большой, несмотря на то, что это деревня, у нас было 30 с лишним человек в классе. Но, как мне кажется, что из этих 30 с лишним человек вот в самой этой деревне жить остались, ну, может быть, 2 или 3 одноклассника. Остальные все уехали, то есть кто-то уехал в Михайловку, там, ну, ближайший городок жить, кто-то уехал в Волгоград, это тоже, как бы, ну, поблизости, да, не сильно далеко от этой деревни. Вот, ну, кто-то еще куда-то, то есть, естественно, вот именно молодежь, понимаете, они когда отучились, чтобы уже работать, там, жить, ну, все, как бы, разъехались по городам, мало кто, вот прям единица, говорю, кто остался жить в деревне. И поэтому, мне кажется, может быть, они даже и пытались, ну, как бы, переписываться, что давайте встретимся, ну, сами понимаете, один в Волгограде, другой в Михайловке, третий еще в каком-то городе проживает. И всем собраться там, ну, как бы, в той деревне, мне кажется, было проблематично, потому что, это, понимаете, это всех-всех людей нужно, как минимум, ну, если вы там не проживаете, то это, как минимум, нужно, чтобы у всех совпал отпуск в один и тот же период. Это очень сложно всех людей так состыковать. Одно дело, когда ты живешь там и встретиться, ты можешь в любой выходной, да, от своей работы, вот у тебя есть выходной, вы там все встретились. А так, когда тебе надо именно ехать в какую-то поездку, ну, это, конечно же, должен быть уже отпуск. И, как бы, я так думаю, что в связи с тем, в связи с этим, для всех это очень-очень проблематично. Осталось у меня три картошинки, не уместились в эту кастрюльку, все, это, картофельное пюре ставлю. Так. Вот. Такое вот, а у вас как, напишите мне, пожалуйста, как у вас, вы общаетесь со своими одноклассниками? Ну, кто меня смотрит, поддерживаете ли связь? Вот даже, да, вот почему-то, ну, всегда, я думаю, у большинства из вас и у меня в школе были какие-то лучшие подруги, да, ну, в классе, соответственно. Вот. Ну, вот, не знаю почему, но у меня вот даже вот с этими лучшими подругами связь оборвалась. Ну, то есть, говорю, мы вроде есть в друзьях-одноклассниках, но мы вообще никак не созваниваемся, не переписываемся. Вот, я делала крабик, у меня там на голове, если честно, две волосюшки, три волосюшки, я не знаю, как сказать. И вот он вроде бы и маленький, он не может удержать настолько маленькое количество волос. И вот только что, если маленькая резиночка, делать хвостик. А мне не нравится с хвостиком ходить, мне больше нравится, когда заколка на голове. И вот я мучаюсь, она бесконечно спадает с моих волос. Так, ставлю пюре, достаю фарш и буду сейчас это, крутить быстренько котлетки. Сейчас будет обзор от любимого Василька. Обзор будет не очень длинный, так как в этот раз у меня всего три позиции. Но очень классные. Вы знаете, спешу сразу поделиться с вами просто обалденной новостью. Любимый Васильок теперь есть и на Валберес. Так что, если вы желаете, вы можете перейти на Валберес и также там оформить заказ от любимого Василька. И как раз первая позиция, которую я хочу вам показать, это футболка. Я ее заказывала себе. Такая вот базовая топовая футболочка, серая. Я такие футболки обожаю. В таких футболках можно как и ходить дома, так и если вы куда-то вышли на улицу, то есть под джинсы, под шортики летние, под что угодно. Такие вот базовые футболки, которые ну просто серые, белые, черные. Они всегда смотрятся классно и я их всегда с удовольствием ношу. Эта футболочка у нас идет женская Валерия платиновый меланж 46 размера. И вот такую вот футболку, а еще много разного другого товара вы можете заказать на Валберес. Конечно же ссылочки я оставлю вам внизу в закрепленном комментарии, как и на сам сайт Валберес, где находятся товары любимого василька, так и конкретно на эту футболочку. Такая футболочка у меня уже повторный заказ, у меня уже была такая, я заказывала и решила повторить, так как они мне реально классные, просто очень нравятся. И еще у меня две позиции. Это подарок для моей подруги Насте. Как вы знаете, скоро приближается отпуск, едем в Валберес и, конечно же, там будут встречи с нашими родственниками, с нашими друзьями. И вот уже начинаю потихонечку делать для них подарочки, закупаться, так скажем, подарочками. Итак, что я буду дарить Насте? Все, выбирала она себе сама. Я ей сказала, что заходи, выбирай, что тебе хочется. Смотрите, она выбрала себе вот такую вот красивую пижамку. Пижама идет 42-го размера, цвет полоса, классная вот такая вот кофточка на пуговицах. И к этой кофте идут вот такие вот шортики. Примерить, конечно, показать вам я не смогу эту пижамку, потому что 42-й размера, я ношу 46-й. Но, я думаю, так классно видно. Я очень люблю костюмчики домашние от Василька. Вы знаете, я в них всегда хожу с большим-большим удовольствием. И также я буду дарить Насте такой вот классный, потрясающий, теплый костюм. Смотрите, он состоит из вот таких вот брюк. Очень толстый. Внутри идет такая приятная, теплая подкладка. Очень мягкая, теплая. Ну, это вот прям вот как раз сейчас на весну, на холодную весну, либо на осень. Тоже классный такой костюм. Итак, размер тоже 42-й. Это у нас брюки женские, арктика, пепельно-розовый цвет. Смотрите, вот такие вот потрясающие брючки. И к этим брюкам идет вот такая вот толстовка. Тоже теплая, нежная, мягкая, очень приятная к телу. Такая вот толстовочка. С обратной стороны идет капюшон. Капюшон тоже теплый, с такой же теплой подкладочкой. Классный, просто классный. Это тоже, естественно, идет пепельно-розовый цвет, арктика. Толстовка женская, тоже 42-го размера. Вот такой вот здоровский костюм. Как всегда, все ссылочки и на сайт любимого Василька, и на сайт любимого Василька на Валберес, и на товары на Валберес, и на эти товары Вы найдете внизу в описании в инфобоксе под этим видео. Я Вам всем желаю сладкого шоппинга и приятных покупок. Фарш, если честно, я в этот раз даже не хочу хлеб крутить. Обычно я всегда, если делаю котлетный фарш, я туда замачиваю, добавляю хлеб. Но сейчас мы не будем. Я говорю, у меня когда Саша еду, когда Саша в командировке, я вообще готовку делаю максимум на лайте, насколько это можно. Мне кто-то, кстати, писал, что не надо добавлять яйцо. Я всегда яйцо фарш добавляю. Не знаю, почему он мне так нравится. Так. Посолю я куриным бульоном. Все, достаточно. Все, сейчас сразу масло на противень нальем. Впереди у нас отпуск. В 20-х числах марта мы едем в отпуск. По поводу отпуска уже стало тоже очень много вопросов. Спрашивали, собираемся ли мы в этот отпуск ехать в Волгоград, или мы планируем просто в Екатеринбург, как и прошлый отпуск. Как-то я подсогнута. А планируем ли мы в этот отпуск делать кривый перенос, подсадку. Ну, что у нас по поводу этой темы, какие планы, какие мысли. Тоже задавались уже неоднократно такие вопросы. Сейчас вам все на это подробно отвечу. Ну, вы знаете, по поводу кривого переноса. Мы с Сашей решили, что, наверное, этот год мы отдохнем. Мы пропустим. В плане подсадок. Последняя подсадка, как бы, мне далась морально очень тяжело. Очень тяжело. Вы, естественно, это все не прочувствовали и не поняли, насколько мне все это тяжело далось. Так как для вас я поплакала лишь в одном видеоролике, ну, когда оглашала результат, что ничего не получилось. И в дальнейшем все последующие видео вы меня наблюдали улыбающуюся, счастливую, всегда вот так вот на позитиве девчонку. И, как бы, я думаю, вы, ну, скорее всего, подумали, ну, я, как бы, так легко и просто это перенесла. На самом деле это было не так. Ой, Фаш, прям ледяная рука замерзла. На самом деле это было не так. Я переносила это очень-очень тяжело. Я имею в виду именно морально тяжело. Я плакала очень долго. Я какой-то период даже находилась в депрессии. Я всеми силами старалась это скрывать от вас, потому что, ну, я считаю, ну, как бы, зачем вам мои негативные мысли, мое негативное душевное состояние, ну, зачем вам вообще это все, как бы, ну, не считала правильным вас во все это погружать из видео в видео, из видео в видео. И мусолить, и мусолить эту тему, и плакать, и плакать, что как мне морально тяжело, как мне морально тяжело. Все последующие видео, ну, чтобы были в таком контексте. Как бы я все это переживала за кадром, так скажем. То есть, если я и снимала видео, я старалась, как бы, быть в улыбке, на позитиве, как бы, хорошо с вами общаться. Но за кадром я очень много плакала. Я очень, не знаю, очень мне все это было обидно, мне тяжело. И, не знаю, всегда вот такие вот мысли, что, ну, почему так? Почему так? Вот, ну, почему? Вот просто задаешь этот вопрос Богу, да, ну, почему так? Почему реально сколько семей, которых ты, там, наблюдаешь, знаешь, или даже, ну, элементарно, я не знаю, открыть, там, передачу мужской и женской, да, по телевизору. И там обычно всегда история из неблагополучных семей. И чаще всего там показывают, что она многодетная мама, у нее этих детей 5 или 6, вот. И они там с мужем вечно пьют, им вечно не до этих детей, и они у них вечно раздетые, разутые, голодные. Не то, что там, знаете, с этими детьми никто не занимается в плане развития, чтобы там читать им, изучать цвета, циферки, буковки, что-то еще там, там, стишочки, сказки какие-то учить, проходить, читать. Не то, что они в таком плане не занимаются с детьми, у них дети, что, они их даже покормить забывают, ну, то есть у них дети вечно полуголодные, потому что они там в каком-то пьянстве. И вот, когда вот смотришь такие истории, такие случаи, что вот есть такие семьи, ну, как-то вот, знаете, на душе вообще тяжело, потому что ты думаешь, ну, почему, ну, почему Бог таким семьям дает и четверо, и пятеро детей, а почему нам, ну, ну, я считаю, что мы с Сашей, мы просто замечательнейшие родители. Кто бы что ни писал в комментариях, мне бывает, что там что-то пишут, что я что-то делаю неправильно, там, в плане воспитания ребенка, но кто бы мне что ни писал, я, ну, как бы вижу и себя, и Сашу со стороны, и я знаю и понимаю, что, нет, мы родители, мы просто замечательные, и у нас сын, он растет в любви, в ласке, в заботе, мы занимаемся всеми сферами сына, то есть его развитию уделяем внимание, его здоровью всегда уделяем внимание, никогда никакой аспект мы не пропускаем мимо, что, как бы, это само собой рассосется, мы всегда, ну, как бы, вовремя все ему, ну, как бы, предоставляем, ну, как бы, предоставляем, и медицинские услуги, и в плане там питания у него есть все, фрукты, овощи, я не знаю, ну, любая вкусняшка, какую бы он там ни пожелал, все у него всегда в добре, в достатке, одежда, игрушки, я не знаю, он не нуждается ни в чем, то есть наш сын, я считаю, что у него есть все, забота, внимание, любовь, подарки, игрушки, одежда, питание, ну, вот все, в чем может нуждаться ребенок, у нашего сына есть все, ни в одной сфере, у нас нету какого-то проседания, что, ну, не знаю, ну, ни в одной сфере, мы все, все, все предоставляем нашему ребенку с избытком, естественно, в такие моменты, ну, особо, понимаете, задается этот вопрос, что, ну, почему, ну, почему нет, почему у нас даже не получается, да, самим забеременеть, если уж, ладно, самим не получается, ну, мы согласны проходить кучу этих врачей, обследований, сдавать тысячу анализов, тратить огромные деньги на поездку в дальний город, в эту частную клинику, оплачивать там все это, да, мы готовы и деньги тратить, и время, и силы, и здоровье, ну, все, 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 что угодно, лишь бы он получился и все равно не получается, понимаете, а вот такой семье, которой вообще эти дети, ну, по сути, вообще не нужны, так, котлетки я накрутила, включаю духовку, и на этом моя готовка на сегодня закончена, мне останется помять пюре и это, помять пюре и достать готовые котлеты, и все, и все, больше я ничего готовить не буду, но супчик, я говорю, у меня есть, я его еще вчера варила, вот, и когда не получается, ты как-то особенно задаешься этим вопросом, тебе особенно обидно, больно, ты думаешь, ну, тебе просто даже обидно, говорю, вообще от самой такой ситуации, от, так скажем, несправедливости, что в нашем мире творится такая несправедливость, что те, кому это действительно вообще не надо, им жизнь как-то с такой легкостью предоставляет и одного, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого ребенка, кто действительно желает ребенка, кто действительно, ну, всем сердцем дарит ему все только самое лучшее, что он только, чем он только может поделиться, да, говорю за себя, за Сашу, что мы, мы все для нашего ребенка, просто все, мы его безумно любим, и вот нам таким вот, казалось бы, хорошим родителям, как-то вот жизнь, судьба, ну, настолько это все сложно дается, в общем, я была, так скажем, даже в какой-то депрессии, мне было настолько тяжело, и вроде стараешься продолжать жить дальше, вроде я, ну, знаете, в той же бытовухе, так скажем, я так же и готовила, и убирала, и там, ну, водила ребенка в сад, ну, все, я все делала, я не то, что там, знаете, в депрессии лежала, и вообще ни к чему не касалась, ничего не делала, нет, я все делала, все жила, но, так скажем, огонек в моих глазах потух, и вот так уж прям веселиться и радоваться, я очень долго не могла, очень долго не могла прийти в себя, и Саша, естественно, все это наблюдал, и Саша, ну, тоже переживал морально со мной, ему даже уже где-то было жалко не всю ситуацию, что не получилось, не произошло, а именно меня, то есть он видел, насколько мне это больно, насколько мне это тяжело все дается, вся эта тема, и в какой-то день он просто взял меня за руку и сказал, Люб, давай сделаем передышку, давай немножко просто передохнем, мы, Саша, я вам, ну, как бы не раз уже озвучивала, мы в любом случае решили, как бы, что мы будем пробовать до 40 лет, я это озвучивала не раз, это весной, ну, как бы в марте мне будет 36, и Саша говорит, ну, у нас в любом случае, если даже не брать этот год, у нас еще есть несколько лет в запасе, ну, до 40 лет, и он говорит, давай просто этот год, ну, отойдем, отпустим эту тему, не будем больше, ну, об этом думать, переживать, как бы, крутить, пытаться, вот это вот все, давай просто этот год, просто проживем этот год обычной жизнью, без вот этих больниц, сдача анализов, переживаний, без вот этого всего, и как-то вот он так со мной поговорил, и я подумала-подумала и решила, что, наверное, так будет правильней. Нам, наверное, все-таки действительно нужен, нужна небольшая, так скажем, передышка, небольшой перерыв в плане этой темы, и мы решили, что в этом году мы не будем пробовать. Не знаю, может быть, конечно, у нас еще мысли поменяются, но, по крайней мере, именно в этот отпуск, который вот сейчас весной, мы не поедем в клинику, мы не будем пробовать, потому что, Саша говорит, ты еще от того раза кое-как, кое-как начала восстанавливаться, отходить, ну, имеется в виду морально, не физически, физически я здоровая, чувствую себя прекрасно, именно морально, что вот-вот ты только начала отходить, и если мы сейчас весной опять поедем, и нет никакой гарантии, что сейчас это получится, есть, ну, также 50% что получится, 50%, что не получится, и если все-таки опять это не получится, и что ты опять во все это погрузишься, опять в такие страдания, мучения душевные, он говорит, ну, я бы не хотел, давай просто передохнем, и, как бы, я с Сашей согласилась в этом плане, поэтому мы решили взять небольшую паузу, мы не отказываемся от своей мечты, от своей идеи, ну, чтобы родить, забеременеть, родить второго ребенка, мы просто немножко передохнем, и этот отпуск мы решили просто съездить к родственникам, съездить к друзьям, просто отдохнуть, и, как бы, чтобы в этот отпуск не было никаких больниц, все, ну, как бы, именно больниц по кривому переносу, по всему этому, все, как бы, от этой темы, наверное, в этом году мы немножечко отходим, все. Скорее всего, на следующий год с новой силой, как говорится, с новым дыханием мы попробуем вновь. По поводу Димы, его лечения, значит, смотрите, я вам говорила, что у нас прописано лечение на год, мы, из того лечения, которое было прописано, мы уже успели проколоть уколы, которые были назначены, после этих уколов у него было жидкое лекарство, он это лекарство все пропил на сегодняшний день, дальше у него идет месяц перерыв, ну, вообще ничего не кодем, ничего не даем, и дальше у него идет другое лекарство, которое нужно будет пить три раза в день во время еды. Это лекарство мы пили просто один раз в день, а вот это вот будет новое лекарство, которое будем пить три раза в день во время еды. И вот у нас как раз таки получается, что месяц перерыв, это вот как раз таки март этот, мы ничего вообще Диме не даем, и апрель, вот то, что мы как раз будем находиться в отпуске, Дима будет не в садике, это просто супер, ну что так совпали как бы моменты, и что мы дальше будем уже давать следующее, которое идет у нас лекарство, будем давать ему следующее лекарство, которое вот как раз таки мы это можем контролировать, то что Дима будет и завтракать, и обедать, и ужинать на наших глазах, не в садике, он будет в отпуске, он будет с нами, и мы как раз таки сможем вовремя ему давать это лекарство, потому что в садике, естественно, это было бы делать проблематично. Вот, по поводу того, что мы хотели ему делать токовую терапию на мозг, я как раз вам говорила, что в Екатеринбурге не было этой клиники, но она есть в Волгограде, и я говорила, что в следующий отпуск мы поедем в Волгоград, и там мы ему проделаем эту терапию. Вы знаете, я еще раз созванивалась со своим неврологом, ну как бы обсуждала, обсуждала, какие есть сдвиги, но после того уже, что мы успели Диме дать, я сказала, что у меня Дима начал потихонечку разговаривать, Дима уже говорит мама, Дима говорит, Дима спрашивает где, то есть если у него задается вопрос, он прям четко говорит где, где, и допустим, ну бывает, что он уронил машинку, не может ее найти, он у меня спрашивает где, где, ну где машинка, которую он уронил, потом он бывает, ее находит, что она, допустим, там под кровать закатилась, он пальчиком показывает и говорит, вот, вот, либо говорит, вон, вон, то есть он у меня говорит, вот, вон, где мама, начал потихонечку говорят папа, но если мама, он говорит на постоянной основе, то папа, он говорит, когда у него прям какие-то эмоции, а вот так уж, прям на постоянной основе его звать, он не зовет, он бывает, ну и хочет папу позвать, и он к нему подходит и говорит, мама, ну, Саша ему говорит, я папа, вот, и он, ну, не повторяет, а бывает, когда, допустим, там, ну, Саша одевается, к примеру, на работу или что-то, а Дима дома, и он за ним бежит, ну, чтоб он не уходил, и вот когда у него эмоции, когда вот он бежит, его пытается остановить, он прям четко кричит, папа, папа, ну, не уходи, останься, ну, то есть, как бы у него начали потихонечку идти слова, слова слова и мы пообщались ну я проконсультировалась с неврологом начала вот это вот все ей рассказывать объяснять что какие у нас сдвиги и она сказала что потерпитесь но отложите эту процедуру именно по токовой терапии лучше всего вот то лечение которое вам расписала на год остановитесь только лишь на нем она говорит раз процесс уже запустился ну пусть это очень мало слов но они уже начали появляться скажем днем как бы все новое новое у него начинает появляться до этого как бы вообще было просто мама сейчас уже говорю и вопросы задает и ответы уже может какие-то дать ну то есть как бы процесс пошел запустился и она говорит слишком большая нагрузка на мозг это тоже не есть хорошо то есть слишком большую нагрузку нужно делать только в том случае если ничего не помогает то есть не наше занятие не лекарство никаких вообще сдвигов не происходит тогда в такой ситуации лучше уже сделать еще нагрузку на мозг ну то есть провести вот эту токовую терапию чтобы все таки ему помочь это запустить но так как говорит это уже запустился процесс он уже ну на начал налаживаться процесс речи то говорит но не надо не приусердствуйте оставьте эту токовую терапию не пробуйте только лишь вот это вот то что я вам назначила продолжайте вот так вот ну как говорится поэтапно как все расписано вот ему давай поддерживающие так скажем а уже усиленное что-то ему не требуется вот и все как бы это совет нашего невролога но которого наблюдался дима мы решили к нему прислушаться и не делать ребенку дополнительную нагрузку на мозг а как бы оставить только лишь вот это вот лечение надеюсь на этот вопрос я тоже вам ответила поэтому этот отпуск у нас будет достаточно приятным у нас не будет никаких больниц ну дай бог чтобы мы не простыли не заболели но имеется ввиду что не я не буду как бы бегать по больницам по поводу подсадки эмбриона не с димой мы больше не будем его водить ни по каким больницам вот как у нас сейчас идет все своим чередом так пусть и идет все пока что перед их и в плане меня и в плане ребенка отдыхаем так скажем вот что пойдемте наверное с вами пока у меня тут варится палец а пойдемте с вами спальню покажу вам что я там поделала какие дела в спальне перебираемся с вами в спальню я тут на днях разбирала полностью комод димы уж не стала вам снимать потому что тут в принципе как тут в этом ящике я оставила все только нужное тоже что не нужно по выкидывала тут подгузники это я продолжаю ему одевать на ночь на ночной сон днем у меня дима полностью ходит на горшочек так что все пока что только на ночь жду знаете я разговаривала с той же снасти с подружкой ну вы знаете у нас почти что ровесники наши дети то есть ромочка чуть постарше и я вот у нее спрашивала у нас когда ты перестала так давайте к вам повернусь вот и я у нее спрашивал на сбору когда у тебя наступил такой момент что ты перестала и на ночь на сон одевать ребенку подгузники то есть у нее тоже уже ромка в какой-то период начал ходить на горшок но на сон она еще ему его ну одевала подгузники когда ты поняла что вот все теперь можно и на сон не одевать она говорит люба это очень легко понять наступит когда-то такой период то что ты будешь ему одевать подгузник на сон и потом дальнейшем утром когда он будет просыпаться ты с него больше его снимать и будешь понимать что он абсолютно сухой ну то есть он вообще ничего не делал за ночь в подгузник и потом ты вы просто с утра как обычно сажаешь на горшочек он там пописал и все вот ты его одеваешь и все в этом куда-то пошли в садик или куда-то она говорит вот когда этот день настанет а он горит когда-то настанет он начнет себя контролировать и во сне и вот когда ты начнешь понимать что уже не одну ночь подряд ты с него снимаешь абсолютно сухой подгузник тогда уже все как говорится бинго эта игра этот квест выполнен можно будет этим подгузником сказать до свидания вот но я жду пока что у нас такого нету днем когда дима в сознании он всегда ходит только лишь на горшочек мы все мы к этому уже пришли окончательно и бесповоротно но на сон я ему одеваю и как бы во сне он ходит в подгузник пока что он еще себя во сне не контролирует ну как бы жду я его не тороплю я жду для меня это уже замечательно в общем верхнем ящике оставила тоже только лишь нужные моменты вот здесь влажная туалетная бумага какие-то там в общем не хочу каждый то это тут получается ящик я все разобрала девчат и что в итоге к чему в итоге я пришла я пришла к тому что у димы вообще больше нет гардероба вот эти вот маечки и шортики это у него домашняя одежда ну как бы домашняя все нормально тут у него небольшой кусочек это одежда в садик но у него часть еще в стирке и большая часть у него в органайзере в садике находится но я вам говорила я всегда туда сразу глажу много шортиков много футболчик и там все у него в органайзере в самом садике как бы находится вот и здесь получается у меня вот пару свитерков которые ему как раз и один костюмчик вот штанишки и кофточка ну такие на весну на осень что ему как раз все остальное получается девчат все кофты и все штаны мне пришлось убрать в маленькой я не выкидываю я убираю но говорю опять же ждем второго малыша может быть второй будет тоже мальчик и как бы потом дальнейшем он будет носить пока не выкидываю просто убираю в маленькое в сумку в отдельную и получается ему все стало маленько то есть на эту весну у него вообще нет ничего джинсы которые у него были у него было три спортивных костюма классных просто костюмы ну что штанишки кофточка тоже ну комплекты все все ему стало коротко все пришлось убрать в маленькой получается первое что нам надо сделать это на эту весну одеть ребенка потому что ему уходить вообще ни в чем даже вот ехать в отпуск вот серьёзно вам гори и ехать в отпуск вот у него один единственный костюм от штанишки с мишка и кофточка с мишкой все у него даже переодеть не во что его то есть даже других штанов у него нету вообще нету я говорю все что было там и джинсы и спортивные костюмы все 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 ему стало короткой Так, тут у него носочки и колготки, вот, в садик, понимаете, в садик я ему просто одеваю кофточку и колготки, потому что у него дутый теплый зимний костюм, и как бы, ну, я ему не одеваю под этот зимний костюм дутые зимние штаны, я не одеваю ему еще какие-то штанишки. Итак, второй отдел, здесь у меня комплекты маечки-трусики, ну, у него их тоже много, но большинство таких комплектов, это, у меня что-то в стирке, что-то в садике и так далее, ну, уже говорила, и тут вот тоже чистые. Так, это у него летняя одежда, летние футболочки, которые ему хорошо, как раз это летние бриджики, ну, в общем, это, такая летняя одежда на выход, так скажем, вот, это мы летом будем носить. Здесь у него две ветровочки, весенние и осенние, тоже ему как раз пока оставила. И вот здесь у него одежда, которая ему большая, то есть мы когда-то покупали, заказывали, но в итоге оказалось, что большое, пока что вот лежит, ждет своего часа, когда он подрастет, потом будет это носить. Ну, и в последнем яичке у меня вообще ничего нету, кроме набора крестильного, ну, то есть это вот в чем мы крестили Димочку, то есть его полотенец, в котором мы крестили одежды и так далее, в общем, его крестильный набор просто хранится, как говорится, на память. Опять у меня слетела заколка, в общем, получается, что у нас абсолютно раздетый ребенок. Сейчас вот, как закончится зима, ну, вот даже элементарно, говорю, сейчас ехать в отпуск, естественно, мы в отпуск его не повезем, в его вот в этом зимнем костюме, ну, в котором он ходит, зимняя куртка дутая и зимние дутые штаны толстые. Так как мы едем в конце марта, ну, считай, в начале апреля мы будем там, там, естественно, уже в таком зимнем костюме будет жарко, надо просто весеннюю куртку, какие-то штанишки, какие-то кофточки. Ну, весенняя куртка у него есть, у него и косуха есть, и так, и ветровки, и все такое, а вот, говорю, одежды нету, поэтому сейчас в первую очередь надо будет что-то докупить до отпуска сейчас, ну, чтобы было в чем его вести. Ну, и, наверное, основное будем уже в отпуске его наряжать, одевать. Очень-очень сейчас такой возраст, что неимоверно быстро растут дети. А гардероб у Димы меняется вот так вот, и гардероб, и обувь пиваю покупать, честное слово. Даже элементарно, вот, сандалики, которые он носит в садике, уже мы несколько раз меняли, хотя он ходит в садик всего полгода, да, ну, как бы не так много, но уже несколько раз меняли, что он из предыдущих вырастал. И сейчас, получается, тоже вот эти сандалии, в которых он ходит в садике, я уже смотрю, они ему впритык. Я говорю, ну, давай, Дим, пока еще не жмут, ну, просто впритык, вот как раз в март доходишь, а там уже после отпуска будем опять тебе покупать новые сандалики в садик. Ну, и, соответственно, я так понимаю, что если я сейчас достану весенние кроссовки, ботиночки и прочее, скорее всего, это тоже ему все будет маленько, все это надо заново закупать, заказывать, ну, благо, есть в Алберес, будем все там покупать. Ну, а мы с Сашей, у нас вроде все хорошо с гардеробом, вроде нам ничего не маленькое, все носим, и штаны, и обувь, все как раз, если будем что-то подкупать в этом отпуске, то так, по мелочи. Основное мы особо ни в чем не нуждаемся, все у нас есть. Так, знаете, что я еще запланировала на сегодня? Мне надо прокипятить Димины шортики, сейчас вам покажу, подождите. Не так давно у нашей подружки, у Вики, было день рождения, она, соответственно, нас приглашала на свой день рождения. Мы туда, естественно, приходили всей семьей, ну, то есть Димочка был с нами. Конечно же, я его нарядно одевала, у него был один костюмчик, который он еще, ну, мы ему покупали, нарядный костюм, но он его еще даже в садик ни разу не одевал. И вот на этот праздник я ему одела. Костюм состоит из белых шортиков на подтяжках, розовая красивая рубашечка с коротким рукавом и бабочка. Очень классный костюм, на нем вообще сидит прям превосходно. Вот, мы даже сделали несколько фотографий в тот день, фотографию выкладывала в Одноклассниках, так что, кто хочет, может зайти ко мне на страничку в Одноклассниках, посмотреть, какие мы там были красивые. Вот, и, знаете, естественно, маленький ребенок, он, ну, как бы там было много вкусностей, много всякой еды, он все это бесконечно таскал, руки грязные, все грязные. И, если, знаете, если вот эту вот рубашку я просто постирала в стиральной машинке, ну, там были незначительные пятна, ну, там где-то он сок на себя пролил, где-то что-то, все это легко отстиралось. То шорты, так как, ну, они кипельно-белые, на шорты он посадил пятна. Ой, у меня такое качество. Сейчас давайте на другую, это, камеру переведу, сейчас подожду. Так, вот эта вот камера у меня вроде чуть-чуть снимает. Смотрите, вот тут вот пятна, ну, какие-то брызги, что-то, какая-то грязь. В общем, вот тут вот какое-то пятно, вот тут вот какое-то зеленое у него пятно, и тут вообще караул с этой стороны, сейчас покажу. Вот тут у него какое-то пятно, вот тут, вот тут, где? Вот тут, ну, это я так думаю, он шоколад ел, руки были в шоколаде, задевал шорты. Ну, в общем, на шортах очень много пятен, и шорты кипельно-белые. И я понимаю, что если я их просто закину в стиральную машинку, то вряд ли эти пятнышки отстираются. Поэтому я решила их, сначала думала просто замочить в кислородном очистителе, вы знаете, у меня их много, каких мне только не присылали на обзор. А потом решила, нет, не буду я их замачивать в этом очистителе, я их покипячу вместе с персолем. Вот такой вот персол у меня есть, продается в магните, стоит копейки, я не помню, сколько он стоит, ну, рублей, я не знаю, 15, 13, 20 рублей, ну, что-то такое, вообще, вообще чуть-чуть, то есть меньше 50 рублей, это прям вот вообще 100%, немного стоит. И он, ну, как бы, хорош, то есть его не просто, как бы, надо кипятком залить, да, как вот кислородные пятновыводители, а его лучше всего в нем что-то кипятить. Вот, и я обычно его не использовала, как и в обычной жизни, ну, проще кислородным пятновыводителем, да, просто залил кипятком, там, чуть-чуть покисло и в стиралку. А вот это вот прям в нем что-то кипятить, кипятить, это долго, и я, ну, он просто лежал у меня, без надобности, так скажем, этот персоль, ну, когда-то взяла и лежал. А сейчас я решила, что я покипячу эти шортики, и потом в дальнейшем я хочу в этой воде покипятить все свои кухонные полотенчики. Они уже тоже, знаете, на многих кухонных полотенчиках стали какие-то, ну, жирные, неотстирываемые пятна. Это, и я думаю, вот их хорошо, вот как раз-таки, не просто кипяточком залить, а именно прям покипятить в этом средстве, что прям хорошо-хорошо-хорошо от каждого полотенчика все-все жирные пятна отошли. И поэтому сейчас займемся сначала шортики, и потом в этой же воде шорты достану, покипячу все-все-все свои кухонные полотенца, наведем свежесть и чистоту на моей кухне. Ну все, мой обед готов. Котлетки нам с Димой и картошечка-пюре. Замечательная еда. Мы очень довольны будем с Димой. Нам достаточно. Я говорю, у нас еще небольшая кастрюлька супа есть. Замечательно. Так, здесь, смотрите, поставила уже кастрюльку. Заодно вот в этой кастрюле, помните, я варила компот, и она у меня вот так вот окрасилась. Я вам показывала, рассказывала, говорила, надо будет как-нибудь в свободное время почистить ее содой. Вот. Но сейчас решила прямо именно в этой кастрюльке покипятить шортики и кухонные тряпочки, и кухонные полотенчики. И как раз и кастрюля станет белая, и шортики, и тряпочки. И все, как говорится, все в одном совмещу. Включила воду, она уже практически закипает. Вот все-все мои полотенца, тряпки, все, чем я пользуюсь на кухне. Ну, такие уже, говорю, на многих уже стали какие-то жировые пятна, которые не отстирываются. В общем, надо будет хорошо-хорошо покипятить, чтобы в дальнейшем они стали наисвежайшими. Отправляю сюда упаковочку персоли. Может быть, конечно, надо и меньше упаковки. Ой, я не знаю, будет она пениться, нет? А то сейчас как-то она вылезет. А, ну, вроде не так, как кислородный пятновый водитель. Вот, все. И сюда шорты, которые у меня все в пятнах. Сейчас покипятим, покипятим, и будет красота. Я даже думаю, вообще шорты не стирать, а просто сейчас их прополоскаю под проточной водичкой, и все, этого будет достаточно. Мне кажется, их даже стирать не обязательно в стиралке. Сейчас главное, чтобы эти пятнышки отошли. Девочки, ну, покипятила я их буквально 5 минут, и я вот их и так уже верчу и кручу, и со всех сторон смотрю, но ни единого пятнышка на них нету. Я думаю, достаточно, я не вижу смысла их дальше кипятить. Достаточно. Все, я их сейчас просто прополоскаю, я говорю, их даже стирать не буду. И это. И повешу сушиться. Сюда пока отправляю все-все кухонные свои тряпки. Если они у меня, конечно, поместятся. Полотенце, тряпочки. Сейчас их тоже прокипятим. И все, я думаю, тут ни единого жирного пятна не будет. Ой. Так, ну все не умещаются тут. Ой, выключилось. Ну все не умещаются. Тут у меня еще немножечко осталось. Сейчас сначала эти покипячу, потом эти еще добавлю. А то боюсь, что будет убегать пена. Тоже думаю, минут 5-10. Ну ладно, эти 10 буду кипятить. Тут все-таки жир такой неотстирываемый. Вот, чуть подольше покипячу и все. А кастрюлька, я не знаю, вам не видно. Кастрюльку я уже вижу, что она стала кипельно-белой. Я не знаю, ну вот тут чуть-чуть по стенкам можете увидеть, что они уже кипельно-белые. Все, нет никакого на кастрюльке налета моментально. Вот, и кто молодец, и я молодец. Что ж, буду на этом с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч.